Добрый день, дорогие друзья! С вами на связи интернет-магазин попади в 10.ру. Сегодня к нам на видеообзор попала пневматическая винтовка Gamma Delta Fox. Давайте откроем коробочку и посмотрим, что внутри. Открываем коробочку и мы видим, что здесь у нас находится паспорт на винтовку Gamma Delta Fox. Это описание, французский, португальский, словакский, славянский и русский. В конце русский есть тоже. Это описание, как производить разные действия с винтовкой, как ее заряжать и так далее. Убираем и прячем. Поставим коробку и откладываем ее в сторону. Теперь по поводу самой винтовки. Ложи винтовки выполнены из цельного куска пластика с пистолетной рукоятью. На задней части приклада находится затыльник с вентилируемой резиной. Он будет гасить часть отдачи. Соответственно, у нас не будет ни синяков, никаких неприятных последствий. В качестве прицельного приспособления здесь используется мушка и прицельная планка, которую можно регулировать как по высоте, так и по движениям влево-вправо. Соответственно, вы сможете пристрелять винтовку и будет она восточная. По поводу ствола. Основа ствола сделана из металла. Там толщина металла где-то полтора миллиметра. Достаточно приличная. Но наружная часть, насколько я вижу, из твердого пластика, жесткого. Винтовка производится в Испании. Прямо так и стоит печать на ней, что тоже очень даже хорошо. Мощность винтовки составляет 7,5 джоулей. То есть скорость порядка 200 метров в секунду. Комплекта усиления, как вы видели, в коробке нет. Теперь далее. По самой винтовке. Модель оборудована предохранителем, крючкового типа. Он находится внутри спусковой скобы. Имеет два положения. В заднем положении спусковой крючок не нажимается. В переднем нажимается. Заведем винтовку и посмотрим, как она сняляет. Для этого перебьем ствол. Вот, перебили ствол. И взводим ее. Теперь возьмем заранее подготовленную пульку. Вставим ее. Аккуратненько. В ствол. Вот. Так. Вставил. Запомните, ногтиком не нужно задавливать пульку, иначе она помнется. Лучше всем пальцем. И перец щелкиваем. Значит, винтовка по умолчанию на предохранитель не встала. Давайте сейчас произведем выстрел. У нас мишенька есть подготовленная. И посмотрим это. Все, выстрел произвели. У нас в мишене появилось дополнительное отверстие. Выстрел прошел достаточно громко, кстати. По ощущениям, отдачу я глобально не почувствовал, но может быть потому, что у меня винтовка в плечо не была. Нажата. Теперь по поводу ствольной коробки. На ствольной коробке находятся направляющие по типу ласточкин хвост. Сюда вы можете надеть оптический прицел или коллиматорный прицел. Можно даже лазерный прицел надеть, если очень захотеть. То есть, кому как пожелается. То есть, модель подразумевает под собой то, что из нее можно даже, наверное, охотиться. Однако, для этого, скорее всего, вам придется на нее установить газовую пружину. Так как бюджетная модель, она даже очень неплоха. Откровенно говоря, по своей ценовой категории. Приятно лежит в руке. Не тяжелая. С ней справится даже ребенок. Вот именно при данной пружине. Ну и в принципе, я думаю, что достаточно точная, потому что ее можно пристрелять. На этом, пожалуй, и все. Спасибо за внимание, дорогие друзья. С вами был интернет-магазин popadiv10.ru У нас для вас хорошая новость. Сейчас у нас появились новые визитки, скидки. Мы вам советуем их сохранять, потому что это будет для вас дополнительная скидочка на повторные закупки. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и будете получать полезные видеообзоры. Спасибо, до свидания.